Воскресенье на служении Но одно дополнение чувствую сделать Потому что уже по комментариям я понял И даже когда я закончил Я понял, что один момент я забыл осветить Ну вот есть хорошая возможность это сделать Вопрос был по Мамоне То есть если Мамона это один из главных элементов Царства тьмы Бог этого мира и так далее Все что говорилось То вопрос возник какой Так что теперь не работать получается Деньги это что зло По своей природе Как себя вести, как с этим бороться Безусловно как бороться За всем этим я верю Дух Святой И учит, и еще будет учить И конкретно, и специфически по каждому элементу И Мамона, и блуд И власть, вот это высокомерие Властолюбие И в конце концов гордыня Которая все это ведет Но сегодня вот пару моментов по Мамоне Написано не любите мира Не того, что в мире Кто любит мир, в том нет любви отчий То есть что значит любить Любить эти элементы Любить Мамону Сребролюбие То есть вот где корень Не просто деньги Деньги это не грех, деньги это средства Для достижения целей Но любить Сребролюбие Любовь к Мамоне Жадность Обожествленная жадность Похоть к деньгам Блуд И любить блуд Любить власть Искать этого Славы, власти Удовольствий Роскоши, денег Это и есть То, о чем написано у Иоанна Не любите мира Не того, что в мире А что же значит любить? Вот в чем выражается любовь? Как понять, что я люблю мир? То, чему ты любишь Ты тому поклоняешься Ты и служишь Поэтому и сказано Не можете служить Богу и Мамоне Именно служение Именно любовь Она приводит к служению и поклонению Как же выяснить? Как же увидеть? И поклоняюсь ли я этому? Один из моментов Который лично меня Дух Святой учил Это вопрос приоритетов То есть, когда встает приоритет Чему ты отдашь приоритет? Мамоне? Удовольствием? Власти? Карьере? То есть, своим каким-то вот этим вещам? Или же чему-то другому? То есть, то, что я люблю больше всего Это у меня будет наивысшим приоритетом И когда будет конфликт интересов Я буду избирать всегда это Я слышал, как люди ради обогащения Плевали на многолетнюю 20-30 летнюю дружбу и отношения Готовы были принести в жертву Даже отношения с близкими людьми Из-за каких-то вот этих Власть, похоть, мамона То есть, люди жертвовали Самым дорогим этому Это и есть поклонение Это и есть служение Этим элементам Этим основам Вавилона Основам всего этого царства сатаны Поэтому, если в вашей жизни встает Вот конфликт интересов Допустим, служение Богу И мамона То есть, вот два Один тянет к себе, другой к себе Что вы выберете, то и есть ваш Бог Все просто Любовь, она показывает Кто есть твой Бог По большому счету Служить Служить этим духом Служить этим элементам Служить мамоне Служить блуду Служить власти То есть, жертвовать Делать все Чтобы достигать этого Чтобы удовлетворяться Из этих источников То есть, если для нас Источник всех благ Это Господь То для мира Источник всех благ Это мамона Блуд То есть, вот это Наслаждение, эйфория От того, что ты что-то получаешь И власть То есть, обладание властью Надменность Вот эта гордыня, высокомерие Если человек служит этим элементам Он и любит их Он будет жертвовать всем Чтобы иметь это Чтобы достигать это Он будет переступать через что угодно Чтобы получить это И обладать этим То есть, это вот как плод Дерево познания добра и зла Он влек Влек к себе Это и значит служить То есть, есть люди Которые, безусловно Мы во всех этих элементах Проходим искушения Не всегда мы выходим победителями Но мы не служим этим вещам Если вы боретесь с этим Противостоите этому Значит, вы не любите Вы просто имеете еще эту войну И борьбу По какой-то причине Которую вы должны проходить Сейчас в своей жизни Если же вы отбрасываете все Чтобы только обладать Властью, деньгами Похотью То есть, заполучать И блуд И все в том числе То есть, тогда действительно Вы уже в плену И в рабстве у этих элементов Поэтому сребролюбие Именно любовь к деньгам Это и есть поклонение мамоне Не сами деньги Один из ключиков Которым лично, опять же повторюсь Меня Дух Святой учил выходить Как выходить из рабства мамоны Это начать рассматривать деньги Не как цель А как средство для достижения целей Конечно, надо иметь цели Божьи И когда я вижу в деньгах Конечную цель Мне бы денег А зачем тебе столько? Ух, я бы придумал Да пусть будет Они лежат и душу греют Помните, как Шарапов Вместо встречи изменить нельзя Там этому горбатому Говорит, принеси мне Эту сберкнижку Я положу ее сюда В карман И когда пойдем на дело Она мне будет душу, сердце греть То есть, когда вот это становится Деньги становятся для вас То, что просто у вас есть И это греет вам душу Само по себе Это Бог Это уже обожествленная мамона Но когда вы рассматриваете деньги Как средство для достижения целей И это проявляется каким образом Допустим Мне надо из пункта А в пункт Б попасть У меня есть сумма Я смотрю Есть вариант Есть билет Но он дорогой Но если поискать Если с пересадками На перекладных Или в другой день Можно выбрать дешевле Вот Я уже в плену у мамоны То есть, есть цель Есть средства Не важно, какая сумма Ты используешь для достижения цели Естественно, мы не можем жить без финансов Мы не можем жить То есть, вот этот микрофон там Этот телефон Тот же за интернет За все надо платить За все отвечает серебро Но это должно быть слугой у нас Это должно быть средством Но никак не целью Безусловно, это не то, что должно греть душу О, у меня есть заначка У меня есть запасы Это вот как притча о том богаче Который сказал Ну все, душа, душа Можешь расслабиться На многие годы У тебя теперь есть Избыток и достаток И что Бог сказал Безумный Безумный Глупый человек Кто так рассуждает Поэтому начните смотреть на финансы Без вот этой вот экономической Экономности Составляющей Ой, вот знаете Нам надо было У нас сломалась камера На служение То есть то, на что мы снимаем Воскресные служения И, конечно, можно было бы начать Где-то заказывать в Китае Искать где-то по России Чтобы найти дешевле Но мы пошли в магазин Потому что у нас воскресенье служение И надо было снимать служение Пошел я в ближайший к моему дому магазин Я посмотрел то, что нам подходит Я вернулся Я говорю Давай, собираем Есть Можем набрать эту сумму? Можем Набрали Пусть это было дороже Чем можно было Опять же Через несколько неделей Где-то заказать в Китае Или где-то найти Там через интернет Но мы взяли Были средства Была цель Цель была достигнута Служение снималось уже И не прошло То есть И было выложено в интернет А не просто растворилось где-то Вот такие вот вещи То есть рассматривайте средства Не как конечную цель А как Деньги Не как конечную цель А как средства для достижения Тех целей И того призвания Целей вашего призвания Которые вы чувствуете от Бога И безусловно Пусть Бог благословит всех вас Той занятостью Той работой Которая будет приносить вам радость И наслаждение То есть то, что вы будете делать Делали бы даже без оплаты А с оплатой так вообще благодать Всем вам шалом И впереди еще очень много работы С Господом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!